Добрый вечер! В студии Евгения Кашевой в эфире субботний выпуск Чиста Ньюз. Кто рано встает, тот анализы сдает. Напомню, что вчера Владимир Зеленский и Петр Порошенко в рамках подготовки к дебатам прошли необходимые тесты. Порошенко сделал это на Олимпийском стадионе, а Зеленский в частной клинике. Возможно, Зеленский просто пропустил какие-то нововведения в медицинской реформе и анализы теперь сдают именно на стадион. Петр Алексеевич заявил, что его анализы были переданы двум государственным и двум частным клиникам. Пожалуй, это первый случай, когда президент хоть что-нибудь равномерно распределил между государством и частным бизнесом. Буквально через пару часов стали известны первые результаты. В крови действующего гаранта никаких психоактивных веществ не обнаружено. С одной стороны, новость положительная, а с другой, все, что он наделал, это получается на трезвую штуку. На результаты Зеленского также ничего не выявили. Правда, сам он попал в курьезную ситуацию. Оказалось, что работник лаборатории, который непосредственно производил забор, ранее снимался в кино и даже был участником кулинарного шоу «Мастер-шеф». К счастью, тут он не проявил никаких кулинарных способностей и в кровь не были добавлены сахар, соль, перец и другие приправы по вкусу. Вслед за предложением Сергея Бритулы провести дебаты на Олимпийском, о своем желании это сделать заявил другой шоумен Вадим Рабинович. И в этом что-то есть, ведь вовремя рассказанный анекдот может здорово разрядить ситуацию. Правда, настораживает, что Вадим Зинович готов вести дебаты абсолютно бесплатно. Хотя, если в нашей стране говорят бесплатно, это означает, что кто-то хочет на этом хорошенько заработать. Вообще, перед дебатами на Олимпийском кандидаты провоцируют друг друга заявлениями, как боксеры перед поединком. Исходя из этого, мы советуем Петру Алексеевичу предложить Зеленскому провести церемонию взвешивания. Ну, чтобы хоть где-нибудь он мог набрать больше, чем Вадим. Надеемся, что дебаты на Олимпийском все-таки состоятся, и чтобы кандидаты лучше к ним подготовились, предлагаю такую мотивацию. Кто дебаты проиграет, того заберут в «Динамо Киев». И еще немного о выборах. Честное слово, немного, потерпите. Заявление, которое генпрокурор Юрий Луценко делал во время избирательной кампании, ставит под сомнение независимость возглавляемого им ведомства, считают в ОБСЕ. ОБСЕ имеет в виду, что Юрий Витальевич поддерживал Петра Алексеевича. Ну, ребят, какая же это поддержка? Это обычные человеческие отношения к умовью. Лидер партии «Гражданская оппозиция» Анатолий Гриценко дал большое интервью «Украинской правде». В частности, он заявил, что для него Петр Алексеевич просто «большая стена», с которой не о чем разговаривать. Ну, как по мне, мог бы хоть слово какое-то на этой стене написать. Также Анатолий Степанович рассказал, что определится с возможным сотрудничеством с Зеленским после встречи «глаза в глаза». При этом он отметил, что относится к кандидату положительно. Это неудивительно, ведь за все время существования квартала шуток про Гриценко было ровно четыре. Ну, с шуткой про слово на стене пять. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал трех кандидатов, которые провели, цитирую, «честную» и «безукоризненную кампанию». Итак, тройка выглядит так. Зеленский, Гриценко, Ляшко. О нынешнем гарантии Арсен Борисович ничего не сказал, и правильно о человеке должны говорить «дела». Дела, открытые на представителей выше указанного кандидата. ЧП в Киеве. Вчера из-за аварии без отопления остались более 300 домов. Другими словами, отопительный сезон для них закончился на день раньше. Подробнее об этом расскажет Валерий Житков. Добрый вечер. У меня праздничное настроение. Это не случайно, ведь именно сегодня, 6 апреля, в стране официально закончился отопительный сезон. Я вас всех с этим поздравляю. И в первую очередь с тем, что из платежек за коммуналку исчезнет графа за отопление. Так что с этого дня можно снова откладывать себе на жизнь. Можно на сэкономленные деньги поздравить жену с прошедшим 8 марта, с днем влюбленных, а детей с Новым Годом. Вообще, мне есть предложение сделать 6 апреля украинским днем благодарения. Потому что в году не так много дней, когда нам хочется благодарить наше государство. А тут прям вот есть повод. По данным статистики, минувший отопительный сезон добавил 15 градусов в квартиры и забрал 15% рейтинга действующей власти. Ну что ж, с этого дня у нас есть целых полгода, чтобы скопить хорошую сумму к началу следующего отопительного сезона. И последняя хорошая новость. Буквально завтра у моего коллеги Евгения Кашевого самый настоящий день рождения, с чем я его и хочу поздравить от всей нашей съемочной группы. Будь здоров. Спасибо, Валерий. Теперь мне придется выставляться всей съемочной группе, а завтра еще и всей стране. К другим новостям. Экспресс-поезд Киев-Борисполь вновь сломался. Ничего необычного. Продолжаем дальше. Глава государства уволил заместителя главы СБУ Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского. Интересно, что ранее Косинский был уволен с должности руководителя СБУ на Сумщине из-за подозрений в крышевании криминальных схем в области. По всей видимости, Косинский настолько успешно себя проявил в этом деле, что его решили отправить на повышение. В Минфине заявили о сокращении госдолга. Если раньше государственный долг Украины был равен сумме дофига гривен, то сейчас он просто много. Это были все новости на сегодня. Встретимся с вами в четверг, сразу после выпуска ТСН. До свидания.